Итак, друзья и коллеги, всех приветствую! Сегодня у нас слива, и хочу поговорить с вами о том, цветут ли однолетние побеги на сливе или на плодоносе только на шпорцах, вот на таких вот образованиях. Смелюсь предположить, что у плодовых косточковых культур почки простые, то есть либо цветковые, либо вегетативные. То есть цветковые почки дают только прирост, плодовые почки дают только цветок и плод. Соответственно, бывают еще так называемые групповые почки. Что это такое? Вот если посмотреть, вот видите, я сфокусирую, вот они, две почки. Вот здесь вот они, две почечки. То есть это называется групповые почки. То есть они несут как плод, так и вот они. Здесь прям вот типично солнышко немножко. Вот они шикарные двойные почки. Вот они как раз будут, одна почка будет плодовая, другая почка будет вегетативная. Тут даже вот порой даже три может быть. Вот более толстенькая это плодовая, менее толстенькая это вегетативная. То есть, когда мы с вами вот видим такие почки, в верхней части вот тут в основном одиночные почки, они все у нас вегетативные. Вот треть. Потом у нас начинается, здесь вот пока тоже идут вегетативные. Вот. И где-то вот в серединке начнутся у нас с вами ближе к концу формироваться вот эти вот групповые двойные почки. Вот они. Вот они, вот они, двойные почки. То есть, соответственно, здесь будет и рост шпорцы, и цветение в следующем году. То есть из вегетативной почки у нас образуется вот такая шпорца, а на ней уже образуются одинаковые почки, которые будут плодовыми. Но есть и групповые почки. Это тоже нужно вот учитывать при обрезке деревьев. То есть вот была шпорца, вот была сливка, которая не побилась с морозом. Видите, вот она из боковой почки отросла. И здесь вот тоже у нас заложились если две почки, то одна вегетативная, одна репродуктивная. Вот. То есть вот так вот дерево как бы нам... Ну, то есть оно себя застраховывает как бы, да? То есть дает плодик и рост. Вот. И у косточковых все почки, все плодовые почки боковые. Если у яблони они наканчиваются на кончике, то у косточковых, вот они, они расположены вот там три почки даже. Вот здесь вот в этом месте. Не будет видно или нет. Вот. Но они вот такие групповые. То есть там по два-три может быть... Ну, вернее, две почки могут быть плодовых. Сейчас я ее фотографирую, тоже посмотрим отдельно. Выложу, может, потом прикреплю фотографию. Но здесь вот две прям явно большие. Это плодовые. А одна будет маленькая. Это вегетативная почка. То есть вот тоже групповые. Вот здесь вот тоже две почечки. Одна плодовая, другая вегетативная. Надеюсь, будет видно. Вот поэтому вот эту особенность тоже нужно учитывать. И как бы, ну, применять при обрезке плодовых. То есть кончики мы подрезаем, но в этой части мы будем получать плодовые почки. Вот. Я тоже в этом сезоне на этой сливе подрезал. И однолетние побеги у меня у основания, где вот делал клик, там были плодовые почки групповые. Они мне дали цветы. Вот поэтому это учитывать нужно при обрезке и формировании крепкого скелета кроны и загрузке его плодовой древесины. Ну, надеюсь, было интересно, полезно. В общем, всем удачи. Пока-пока. Пока-пока.